Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана и сегодня вы узнаете, как в домашних условиях подтянуть овал лица, как убрать брыли, как подтянуть второй подбородок. Сегодняшняя маска очень эффективно справляется с этими проблемами. Результат вы заметите сразу после лишь одной процедуры. И я уверена, что эта маска вам очень понравится и вы заберете ее к себе на заметочку и будете регулярно использовать. Рецепт этой маски очень простой, эффект великолепный, так что видео будет полезным, информативным, устраивайтесь поудобнее и всем приятного просмотра! И, мои дорогие, для приготовления этой маски нам понадобится 1 столовая ложка обычного желатина. Желатин лучше всего взять мелкого помола, чтобы он был в состоянии почти как порошочек, как мука. Желатин можно взять с любым наполнителем. Можно взять лимонный желатин, что дополнительно будет и осветлять кожу лица. Также можно взять желатин и с шоколадным наполнителем. Любое наполнение желатина не влияет радикально на качество приготовления маски. Если у вас желатин плотный и крупные гранулы, лучше всего размолоть его в кофемолке, довести до вот такого состояния очень мелкого помола. И понадобится 1 столовая ложка. 1 столовую ложку разводим обычной водой. Обычная теплая вода комнатной температуры нам понадобится. Добавляю 1 ложку обычной воды. Но так как желатин у меня с наполнением лимона, то вода вместе с желатином окрашивается вот в такой желтый цвет. Если у вас желатин плохо растворяется, не торопитесь и дайте этому желатину хорошо раствориться. Должен быть очень легкой консистенции и главное условие, конечно, не должно быть комочков. Следующим очень важным компонентом для приготовления лифтинг маски является крахмал. Но крахмал не обычный, порошковый, который я использую в других своих масках. А крахмал лучше всего заранее подготовить. Я показывала на своем канале много масок на основе вот этого рецепта приготовления крахмала. Берете 1 столовую ложку крахмала. Добавляете воды так, чтобы крахмал был покрыт сверху и на медленном огне, постоянно помешивая, готовите до состояния вот такой консистенции густой. Это получается как бы вы варили клейстер или как бы вы делали кисель, но консистенция должна быть такая. Лучше всего приготовить этого крахмала заранее и держать этот заготовленный крахмал в холодильнике в закрытом виде. Ничего с ним не случится, он не испортится в течение практически одного месяца. Продолжаем готовить маску. Желатин за это время, пока я с вами объяснялась по поводу крахмала, окончательно растворился. И в этот желатин добавляю 1 столовую ложку заготовленного крахмала. Да, мои дорогие, крахмал можно использовать как картофельный, так и кукурузный. Я использую кукурузный крахмал, иногда для приготовления масок использую также и картофельный крахмал. Большой разницы в питательных компонентах того и другого крахмала нет. Поэтому можно использовать и картофельный, и кукурузный крахмал одновременно. Во многом качество работы маски на эпидермисе кожи зависит и от правильности приготовления, и от тщательности смешивания ингредиентов. Должна получиться вот такая очень приятная консистенция. И следующим ингредиентом для приготовления этой маски, не удивляйтесь, конечно, является зубная паста. Я очень люблю использовать зубные пасты в уходе за кожей лица для очищения, для подлечивания, для обеззараживания эпидермиса кожи. К тому же, очень хороший тонизирующий эффект. И после применения зубной пасты в уходе за кожей лица, в частности в масках, в различных кремах, которые я делаю в домашних условиях, кто еще не посмотрел, посмотрите плейлист кремы, как в домашних условиях сделать омолаживающие кремы для кожи лица. Не показываю название пасты, чтобы YouTube не засчитал это как рекламный момент за рекламу. Для приготовления этой маски использовать лучше всего маску, вернее пасту, которая не содержит в своем составе фтор, либо минимальное количество фтора в зубной пасте должно быть лучше всего использовать для этой маски детские зубные пасты с различными фруктовыми наполнителями. Они, как правило, более мягкие и, естественно, более щадящие. Понадобится нам половина столовой ложки зубной пасты. Обязательно проверьте свою кожу на чувствительность. Вот такое количество зубной пасты для приготовления этой маски необходимо. Проверьте свою кожу на чувствительность, на реакцию. Если есть после нанесения любого ингредиента, который входит в состав домашней маски на коже, появился зуд, покраснение, неприятные ощущения, то лучше всего отказаться от компонента, который такую реакцию на коже вызывает. Но в том количестве, которое я вам предлагаю использовать зубную пасту в приготовлении домашних масок, зубная паста, как правило, не оказывает негативного воздействия, а наоборот. Дает очень хороший охлаждающий эффект, как после холодка. Такой холодок длительное время будет присутствовать на коже. И нужно все тщательно перемешать. Посмотрите, маска получается очень воздушная, очень приятная, с прекрасным запахом. Эффект от этой маски, конечно, вы заметите сразу. Я уверена, что вы будете использовать эту масочку часто. Использовать эту маску нужно курсами. Если у вас проблемная зона, это овал лица и появляющиеся брыли, возможно, появляющийся второй подбородок, то маску эту нужно делать курсом. Курс длится один месяц. Три дня подряд делать нужно эту маску. Затем перерыв три дня. И продолжить курс опять три дня. В таком режиме эту маску нужно делать в течение одного месяца. Маску лучше всего делать в вечернее время, после очищающих процедур, после ванны, после душа. Маска эта идеально подходит и для ухода за нижней частью лица в банях. Если вы посещаете баню, то для профилактики раз в неделю делайте эту маску. И второй подбородок, и естественно брыли, обвисание овала лица будет заметно замедленным. После истечения этого времени смойте маску сначала теплой водой, затем ополосните прохладной водой. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами, для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. И я надеюсь, что вы, как всегда, с пользой и удовольствием провели вместе со мной время. А с вами была Оксана, всем всего хорошего, пока-пока!